Итак, дорогие друзья, гуляя по просторам интернета, в поисках интересных идей, картинок и так далее, я наткнулся на одну из них, и мне это показалось очень интересно. Такое, знаете, как бы так, сейчас мы ее повторим, попробуем, во всяком случае, знаете, это очень полезно, брать чужое и учиться тому, что вам понравилось, пытаться повторить, образовавшаяся база из чужих работ позволит вам делать уже что-то свое. Поэтому не стесняйтесь никогда этого и не бойтесь. Так, любое изменение это уже другая картинка. Итак, G по оси Y тянем. Так, и теперь ее плющим. Да-да, плющим. Так. Далее, тут. Ctrl-R. Так, делаем. Мы сейчас создаем, как бы, то место, где это будет. Яндекс.Декс показывает мне мои же картинки. Зачем? Ну, давайте посмотрим, что он мне показывает. Откуда он это взял? А, ну там. Он у меня это и взял. Молодец. Так, ладно. Поднимаем наверх. Е. То есть, вот это первый такой постамент, где будет стоять это все. Е. Дальше. Продвинем чуть-чуть. Там посмотрим уже. Так. И здесь у нас должен быть еще один кубик. Так. Мы его сейчас немножко S по Z. Ой, что ж такое? S и Z. Ну, вот это должно быть правильно. Смотрим сбоку. На E, допустим, да? Вернее, троечку. Опускаем. Сюда. Так. Далее мы можем это сдвинуть по оси X. Вот же и по оси X. Вот так. К примеру. Или много это. Не знаю. Надо смотреть. Надо смотреть, как будут ложиться тени. Потому что от этого все зависит. Дальше я хочу протянуть это вот сюда. Ж по Y. Вот так, допустим, да? Такой постаментик там типа. И сзади фон. Plane. R на 90 градусов. И 90 градусов. Вот так. И, конечно же, делаем его побольше. Ставим его в gprcx за чуть-чуть. Вот так. Вот так. Это мы тоже можем не вытянуть. И сюда надо поставить кубик для начала. Мы сейчас его и поставим. Маленький-маленький кубик. Маленький-маленький кубик. Маленький-маленький кубик. Вот такую маленькую кубику поставим. Вот сюда. Смотрим. И сдвигаем его. Или это сдвигаем. Под кубик. Или сам кубик сдвигаем. Ну, вот так, пожалуй. Теперь надо поставить камеру. У нас есть. Надо только сказать, что камера должна у нас смотреть только на объект. Вот этим самым. Look Camera View. Вот таким образом добьемся. И когда он так поставим. Я сразу же изменю сейчас. Так, тысячу. Если поставим тысячу. Вот так. Да? Угу. Ну и начнем теперь подгонять под ту самую картинку наш... Наш, наш, наш. Так. В камере, кстати, если мы скажем 100 миллиметров, будет лучше, мне кажется. Да, вот так. 100 миллиметров. Ну, мне кажется, это то, что мне нужно. Если это действительно будет то, что мне нужно, я возьму. Или я сейчас попробую еще что-то переделать. Или же я пойду в камеру. Пойду вот сюда. И заблочу всю эту локацию. Если она у нас... Опа. Это еще как. А, извиняюсь, извиняюсь. Это была не камера. Так. Вот так, да? Это была не камера, потому что. Это был куб. Видите? Ну, нужна камера. И вот камеру-то мы закроем. Во, все. Прекрасно. Замечательно. Вот такое мы создали. После того, как мы сделали эту штуку и заблочили, теперь нам надо сделать, ребята, свет. Причем свет надо сделать такой, какой там на той картинке. А он, с одной стороны, кажется простым, а с другой стороны, не очень. Давайте попробуем. Тень должна упасть сюда. Довольно-таки жесткая тень. Поэтому, не знаю, попробовать, если солнышко сделать, то оно по всем краям разойдется. Не знаю. Что, если попробовать с под суда зафигачить? Я ему мало работал. Давайте. Мы возьмем сейчас свет. Свет, 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 свет. Где это наш свет? И вот мы возьмем спот сейчас. Так. Отодвинем сначала G. Вот сюда, к примеру. Да? И вот здесь направим. Вот в этот угол, к примеру. Так. Отсюда. Так. И у спота есть свои настройки, да? Ух ты. Как он сразу шагнул-то. Один. Пока так. Что у него со спотом? Что у него с этим? 10 ватт? Ну да, конечно. По крайней мере, 500. 500, да? Хорошо. 500. И мы с вами должны вот эту штучку сразу покрасить. Скажем, новый материал. Это назовем его стена. Стена, так. И сделаем вот темно-серый. Пока что вот такой. Вот такой. Окей. Вот стена, вот такой свет. Отлично. Этот у нас свет белый. Давайте поглядим, как это выглядит теперь. Поглядит неплохо, ребята. Только единственное, мы промахнулись. Вот это пятно, оно, во-первых, должно быть больше. Во-вторых, стоять ниже, да? Ага. Не, ну хорошо. Чё? Ладно. Потому что, ну что это, оно прям сюда, в серединку светит. Мне это не надо. Я для этого спот выбирал, честно говоря. Именно для этого. Чтобы она светила только туда, куда я хочу. А не туда, куда ей хочется. Ну вот сейчас вроде как правильно. Так. Есть. Ну, в общем, я вот сейчас под настрой. Потом вам уже покажу результат. Хорошо? А то вот мы провозимся. Ну вот так примерно я сделал, чтобы этот угол был тёмненький. Тут дело в том, что вот этими мы можем регулировать свет, количество, да? Вот. Можем стекуляр, радиус увеличивать, уменьшать. Вот это вот. Так. Ну давайте посмотрим, как это будет. Главное не переборщить. Вот так, да? Хорошо. Не особо влияет. Ну да ладно. То есть остановимся на трёх тысячах, допустим. И этого достаточно такого будет. Мы всегда можем как бы выбрать это дело, G, и начать это, допустим, вот так, более плавно делать, да? Вот. Заглянув сюда, мы сразу увидим, где оно находится, да? Вот так, и можем поправить тем, что и так двигать, и так двигать, и так вот. И всегда посматриваем сюда, в окошечку. Вот так. Вот так мне совсем-совсем устроит. Готово. Так, сохраним это дело, а то у меня что-то последнее. Срывается он, как свинья. Хорошо. А теперь наша задача построить такую интересную вазу, которая будет стоять на кубике через шарик. Значит, мы сюда сейчас ведём шарик. Вот и всё. Так, межсферку поднимаем. Уменьшаем, как нам надо. Вот она вот такая будет. На ней будет стоять ваза. Не удивляйтесь, это опять абстрактный анекдот. Анекдот говорит, точно анекдот, абстрактный анекдот. Так. Мы сейчас пока камеру выключим. И сюда потянем G. Вот сюда потянем. Так. Интересно, если мы с вами сейчас на сайсл поставим, что будет? Ну, просто мягче будет всё. Ну, уже нас вполне устраивает. Так, хорошо. Ну, мы останемся на Eevee. С Eevee проще работать. Так. Далее. Мы, значит, делаем следующее. Мы говорим, что объект вот. И... Так, не понял. Вот он. Smooth. И вот тут очень интересно ваза. Я сейчас попробую воссоздать. Не знаю, что получится. Должно получиться. Но она очень хитрая вазочка. Она очень хитрая вазочка. Сейчас. Честно говоря, я не совсем знаю, как с ней поступить. Как её лучше сделать. Так. Есть два пути. Даже три пути. Давайте попробуем сначала из сферы потянуть. Вонюш. Так. Вернее, да, сферу возьмём. За основу. Скажем, не 32, а 64, допустим. 64 здесь будет. Так. Вытягиваем её наверх. Ставим её сюда. Да. Я такой, что всё бы это отключил. Е. Вот так. Пошёл сюда. Да. И посмотрю, сколько здесь. Да. Мне вполне это устроит. Вполне, наверное. Хорошо. Встаём в позицию вот эту. И начинаем её вытягивать. Так. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. С по оси Х. Если мы просто по оси Х начнём её вытягивать. Вот так, допустим. Да? Вот так. Раз. И по оси... С по оси Y, да? Или Х. Х. Скажите, что же это за такая ерунда? Терпение, наш друг, терпение. Так. Теперь сделаем следующий объект мод. Да? Вот так сделаем. EditMod. И вот это вот отрежем. DINCE Face. Вот так. Так. А вот этот радиус. Мы должны немножечко раздвинуть. Ещё рано её туда. S. Так. Этот S. Хорошо. Так. А вот это мы всё можем удалить. или оставить, как есть. Не, мы оставим, как есть. Так. Ну, теперь нам надо нарисовать такую штуку интересную. А для этого мы должны с вами выделить опять же все вот эти. И сказать Е. И начинаем её немножечко стригать. Так. Теперь Е. Всё, это долгий процесс. Опять Е. Я его на видео ускорю. Теперь мы будет, какắnなる, как все будутід мастер если Snyder. Так. Всё. Я его натою. Так. command. Ещё. Всё. 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 Tudoitte. 從 producción. Как инду leva. 一 Apparently. Всё. Всё. All s會. всё. ês. Всё. всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видели, я взял сейчас вот этот инструмент Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так, очень легкий способ создать быструю Да Даже я думаю, что это многовато Чуть-чуть мы уберем Для изящества Вот так Так Теперь возьмем вот этот Скажем Shift D Сюда И маленькую сделаем Маленькую, маленькую Которую только-только сюда помещается D D D Почему-то сюда И вот сюда мы ее подставим И так Может быть чуть-чуть поменьше еще S Чтобы вот сюда их поместить Чтобы вот сюда их поместить Так И конечно же по какой-то X, да По X сейчас еще пройдемся X G Опа Где он у меня? GX Вот сюда поставим, да Вот так Эээээ Так неверно Так неправильно Вот так Так будет красиво Ну а дальше еще проще Ну а дальше еще проще Поздаем поступим так Скажем, что у нас объект Так Угу Тут конечно сложновато будет так выделим скажем shift shift д потянем ее по оси y далее мы ее развернем естественно рпз эту так 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 на 180 180 да и смотрим опять отсюда и тянем туда куда нам нужно g по и веку подставляем ее сюда так смотрим еще может быть да нет не надо все нормально то есть вот такой мы должны были сделать и мы сделали а дальше дальше ребята у нас с вами следующее или же вы мне говорите что давай лучше дальше продолжаем или лучше по маленьким две сначала моделируем потом текстуре рук это вы сами можете решать я к вам прислушаюсь а пока до следующего видео